Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 23 мая, день Симона Зелота, назван в честь святого апостола Симона Зелота. Именно на свадьбе Симона, когда не доставала вина, Господь притворил воду в вино. Будучи поражен этим чудом, жених уверовал в Господа Иисуса Христа, как Бога истинного, и оставил брачное торжество, и тот самый дом последовал с усердием за Господом Иисусом, поэтому он и был прозван Зелотом, или Ревнителю, так как разжегся столь великой ревностью, что оставила ради любви к Христу свою невесту. Считается, что именно к сегодняшнему дню травы накапливают наибольшую целебную силу. А Симона Зелота считали покровителем травм, поэтому знахари в этот день собирают травы в лесу, чтобы готовить из них целебные снадобья. Кстати, лечебные травы сегодня собирали в одиночестве. Прежде чем сорвать, произносили специальные заговоры, стоя перед растением на коленях. В течение всего сбора трав обязательно читали отче наш и Богородицу. Наиболее целебные свойства растений сохранились только у тех людей, которые делали сбор исключительно с чистыми помыслами. Для этого предварительно парились в бане, надевали чистые вещи и не думали о плохом и корыстном, отправлялись на сбор трав. Травы не срывали голыми руками, а использовали чистые платки и полотенца, чтобы целебная сила растений не пропала, а осталась. Собранные травы сортировали по видам, собирали в пучки и вешали сушиться на чердак. Этот день благоприятен для закладки и поиска кладов. И для этого надо было помолиться Симону Зилоту. Если клад хоронили, то чтобы он не достался чужому человеку, могли при помощи специальных заговоров завещать клад конкретному человеку, оставив ему указание, где его искать. Было так, что клады зарывали на определенное количество голов. Если клад заговорен на 20 голов, то найдет его только 21 человек. На земле сегодня не работали, поскольку считали ее именинницей. Поэтому бередить землю лопатой, бараной и даже вбивать колышки было строго запрещено и считалось большим грехом. Землю сегодня берегли и молились о хорошем урожае. Приметы. Если сегодня идет дождь, лето будет ненастным. Девятнадцатые лунные сутки. Энергетика этих суток считается тяжелой, что выражается в склонности к легкому обращению и склонности к порочным действиям. Именно поэтому символика этих лунных суток связана с пауком и паутиной. Сегодня важно думать, прежде чем что-то предпринимать. Избавьтесь от самообмана и гордыни. Хорошо попросить прощения. Активность организма сосредоточена в области поясницы и хрестца. Можно самостоятельно размять эту область, стереть масло. Сегодня полезно посидеть у открытого огня и посмотреть на него. Огонь сжигает негатив. Питание должно быть обычным. Злоупотреблять специями не следует. Двигательная активность нормальная. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok